Ребятки, сегодняшнее видео посвящается такой теме, как розовая любовь российской эстрады. И вот маленький такой момент. Каждое слово, которое будет сказано в этом видео, лишь мои фантазии. Это мои предположения. Договорились? Погнали. Погнали. Их, кстати, не так много наших с вами лесбияночек. Почему? Потому что они, в принципе, как в отличие от мальчиков, геев, не стремятся идти на сцену. Поэтому их не так много. Когда я их начинала всех перебирать, если я мужиков, допустим, у меня там еще три вагона и маленькая тележка геев в запасе, то девочек пришлось потрудиться поискать, собственно говоря. Поэтому уже много нового вы не услышите. Вы услышите все то, что вы слышали. Плюс еще, может быть, что-то. Погнали. Давайте начнем с Земфиры и Ренаты Литвиновой. Вот, кстати говоря, вот она любит публичности, любит сцену и так далее. Ренаточка наша бишечка, я не могу ее назвать стопроцентной лесбиянкой, она бишечка. И Земфира же тоже вначале была бишечкой. И что происходит очень часто у бишечка? Они очень сильно обижаются на мужиков и постепенно, постепенно свой ракурс и фокус внимания смещают в сторону однополой любви, потому что там проще. Я люблю и ту, и другую женщину. Мне нравится Земфира, мне нравится Рената. Они очень разные, и они много лет вместе. Есть ли секс между ними, я не знаю. Мы же не видели, есть этот секс, нет этого секса. Но то, что видно, что они обе бисексуальны, а главным образом Земфира сейчас больше все-таки девушка гей. Она все больше и больше в ней такой мускулиности просыпается. Соответственно, мы это с вами наблюдаем. Интересные две особи, вы просили их разобрать. Что можно сказать? Ну, Земфира гиперчувствительная девочка, поэтому она вообще не выходит ни на какие интервью. Ну, просто, ну, абсолютно видно, что настолько она ранимая, она как-то где-то давала интервью, так она нападала на всех. Она огрызалась, она... Ей, причем, совершенно безобидные вопросики какие-то задают. Она кусается и кусается. Вот как волчонок какой-то затравленный, который вот испытывал много-много лет какие-то вот истязательства, вот издевательства. Вот такое чувство, что она где-то росла в каких-то неблагоприятных условиях длительное время. Вот такая кусачая какая-то девочка. Соответственно, вот таким вот образом. Есть ощущение такое, что они обе алкоголички и наркоманки. Я бы даже так сказала. Земфира больше похожа на наркоманку, а Рината похожа на алкоголичку. Но при этом обратите внимание, как Рината прекрасно выглядит. Знаете, за счет чего? За счет того, что она немножечко такая сумасшедшая, не в себе. Очень часто, когда женщина не в себе, а она у нас классическая истеричка, вам любой психиатр подтвердит тот диагноз, который я сейчас ставлю Ринате. Это классическая женская истерия. То есть вот какая бывает классическая женская истерия? Сразу вспоминаем портреты Рината Литвиновой. Это вот эти белые перегидрольные кудри, вот такие вот, залепленные лаком. Красная яркая помада. Какая-нибудь шляпка с вуалью. И вот эти сделанные фразы такие. Вот они у нее. У нее мышление работает таким образом, как у Невзорова. Он сначала продумывает их, а потом выдает. Вот то же самое у нее. Есть ощущение спонтанности речи, но она не спонтанная. Она сделанная, она созданная. Вот это речь истерички. Причем она эту истерию может усиливать этот градус, а может уменьшать. Она когда вот видит, ну раз и вот дурь пошла, допустим, на вершинку полезла, и она начинает там уже и погнала, погнала, погнала. Нет, выключите это, что там за жирный поросенок сбоку стоит. Что это за палочка упала? Ах, дайте мне вздохнуть и пукнуть. Нет, я открою дверь. То есть чувствуется сейчас, ага, все, пошла жара. А в какой-то момент ее попустила, и она стала попроще. То есть она может варьировать вот эту свою истероидную манеру разговаривать. Ну что, вот это про земфирочку и про Литвинову. Поэтому Литвинову, да, больше бишка, а земфира больше лесбияночка. Так, давайте дальше пойдем. Диана Арбенина, Светлана Сурганова. Ну вы и так это знаете. Два мужичка таких лесбых, жесткие бучихи такие. Вот такой вот. Сейчас я дедца выдерывает тоже конфликт с мужиками. Вот есть такое ощущение. Вообще, обратите внимание, там идет или действительно конфликт с мужиками. И очень часто бывает среди лесбиянок избыточный вес, мы видим. Очень часто избыточный вес. Вот в отличие от геев, кстати. Геи стараются клизмочки делать, худенькие такие все. А лесбиянки, они очень часто распускаются. И вот такие вот именно с ожирением есть. Вот они с ожирением, эти бучихи. Там не все бучихи, нет. Вот она эти короткие стрижки делает какие-то, бреет себе, татуировочки делает. То есть она проще относится к телу. А они в лесбийских отношениях вообще расслабляются. И поэтому среди лесбиянок мало действительно красивых ухоженных женщин. Мало. То есть если вы придете в лесбийский клуб, а я там была миллион раз, вы увидите некрасивых женщин в большинстве с вами. Если вы придете в гетеросексуальный клуб, там будут красивые девочки. Они будут пытаться нравиться и все такое. А вот в гей-клубе, именно где лесбии тусуются, у них там не будет такой прямо красоты много. Понимаете, облизнуться там особо не на что, я вам честно скажу. Погнали дальше. Погнали дальше. А значит, с Литвиновой и с Ругановой понятно, да? Кто у нас дальше? Поросеночек Ева Польна. Да ее вздуло вообще реально. Ну, немыслимо просто вздуло. Это тоже, кстати говоря, ну понятно. У тебя могут быть гормональные нарушения. Она причем была такая хорошенькая. Я была как-то на ее концерте лет 200 тому назад. Она пила с этим, мальчоночка-то такой, точненький, с этой группой гостей из будущего. Как она была такая хорошенькая. Мы причем мыли руки там с моей подружкой, кстати, с которой у нас были лесбийские отношения. Помните, я вам рассказывала? И мы встретили в этом туалете, поскольку у нас денег не было на коктейли, мы воду пили из-под крана, я вам рассказывала. Это, по-моему, был клуб, по-моему, то ли голливудские ночи на Невском. Напомните мне, сейчас там кинотеатр, а раньше там были какие-то голливудские ночи, по-моему. И вот она там пела вот с этим курчоночком такой черненький, кудряненький. И я встретила их мам в туалете, когда мы пили воду из-под крана, мы встретили их мам в туалете. И, значит, что такое? И мы остановились, мы с ними стали разговаривать. И вот эта мама, мама курчоночка, которая у черненького, она вот больше как-то пятилась, что мой сынок, мой сынок. И вот она так. А у Евы Полина мама как бы уже привыкла к тому, что Ева такая у нее звезда, и как-то она не шла. Вот я вспомнила, что я общалась с их родителями в туалете. Ну ладно, короче. Потом Ева родила, ее вздуло вообще вот так просто. Ну, это пиздец, ребята. Ну, я не знаю. То есть это вот, ну, с губы, бляха-буха. Думаешь, ну, боже, ты такая женщина интересная. У нее такая внешность интересная. Ей надо убрать эти лишние 30 килограмм. Я понимаю, там наверняка мне говорят, Вероника, если ты будешь обсирать жирных, ты в следующей жизни будешь жирная. Это точно я тебе гарантирую. Я, кстати, сейчас снимаю транссерфинг реальности. Я не знаю, когда я его выложил. Вы уже, наверное, его посмотрели. И Делан там говорит, если вы обсираете инвалидов, вы будете инвалидом. Если вы обсираете жирных, вы будете жирным. Короче, значит, ладно, дело к ночи. Бог с ним. Погнали к Еве-Польне. Значит, наша Евонька. Развезло, да. Но есть такое ощущение, что она бишечка, на самом деле. Она не чистая, конечно, гей-девочка. Нет, нет, она бишечка. И опять же, вот этот лишний вес как бы разрешает ей быть в лесбийских отношениях. Понимаете? Потому что другая женщина, она не столько критична в отношениях, в отличие от мужчины. И нет потребности жестко нравиться, нет этих комплексов перед женщиной. С женщиной все гораздо проще. Почему очень часто выбирают как бы однополую любовь, что в однополой любви все проще. Не надо из кожи лезть, вы как-то там что-то изображать. Ты можешь быть таким, какой ты есть. Вот и все. И нашу Еву развезло. И вообще нет никак. Я думаю, ну когда она возьмет себя в руки? Ну кто-нибудь там из этих самых сделайте что-нибудь. Как его из этих... Кто там марафоны ведет? Вот все эти по преданию красивых форм. Вот и все. Ей не надо много. Но вот 20 килограмм надо убрать. Согласна со мной? Да? 20 килограмм. Вообще это вредно для здоровья. Такой вес носить тяжелый. Вот и все. Значит дальше. Кто мы еще? Лена Перова. Лена Перова вообще. У нее, по-моему, какие-то гормональные изменения начались в какой-то момент. То есть она сначала была такой просто пацаненочек. А потом такое... У нее такое устало лицо, как будто бы она колется всякими вот этими стероидами самыми разными. Понимаете? И вдруг раз у нее началось... То глаза вспучатся, губы, как-то нос что-то вздувать начала. Вот как будто когда ходят в зал, качаются. Может она стала качаться и колодцы. Поэтому полезло там все. То уши, то нос, то еще что-то. Не знаю. Может быть. В общем, короче говоря, Лена Перова. Мы тут с лесбиянками стали списываться. Так они на меня нападают. Мои, значит, подруги-лесбиянки. Я стала им писать. Говорю, девочки, я хочу снять видеоролик. И я с ними вступила в конфронтацию самую настоящую. Потому что я не услышала никаких слов в свой адрес поддержки. Я услышала вот, что Вероника – это нарушение личных границ. А я говорю о том, что я хочу русский розовый шоу-бизнес снять. А Вероника – это нарушение личных границ. Я стоп. У звезды личные границы другие. Он сам выбрал быть звездой. Он сам выбрал быть публичной личностью. И самое страшное для публичного человека – это если о нем молчит пресса. Он просто счастлив от того, что о нем говорят. Понимаете? Соответственно, то, что я сейчас делаю, я делаю для них благо, дикое. Мы о них сейчас вспомнили. Вот кому нужна была Лена Перова, вот скажите мне, которую забыли уже 333 года. Или Диана Арбеница, Светлана Сурганова. Их тоже уже забыли. А я о них вспомнила. Соответственно, я сделала для них огромное благое дело. Это первый момент, да, относительно границ личностных. Стоит ли трогать вообще публичных людей или нет. И второй момент она мне говорит, ты понимаешь, это дело, это выбор, это как бы, это клевета. Вот она мне говорит. Это говорит клевета. Я стоп. Назовем ее Клавдия. Стоп, Клавдия, давай так. Ты сама считаешь, что сексуальная ориентация – это как цвет глаз. Это врожденная конституция. Я тебя правильно понимаю? Да, правильно. Хорошо. Так ты пидорас больной или это цвет глаз? Определись. Но это цвет глаз. Тогда каким образом цвет глаз может быть клеветой? Понимаете? То есть я их загоняю в угол всех моих лесбиянок, которые пытаются со мной спорить. Но ты понимаешь, это дело, выбор, это каждый должен сам сделать свой собственный выбор. Ты не должна лезть к людям в постель. Я не лезу в твой анус, я не лезу в твою вагину. Я лезу в твои права. А именно в права ЛГБТ-сообщества. Я лезу в права человека. И сегодня, вернее не сегодня, и завтра ты будешь пользоваться результатом моей сегодняшней революции. И ты даже не вспомнишь, что это сделала я. Ты даже не вспомнишь, что однажды ты мне сказала, Вероника, это некрасиво. А именно так она мне сказала. Она мне сказала, Вероника, то, что ты делаешь, это некрасиво. Залезаешь в чужую постель, делаешь вот эту клевету, клевету, да, про цвет глаз, как мы уже с вами поняли. Вот, она считает, что это некрасиво. Но на самом деле она будет пользоваться результатом того, что я делаю сегодня и для нее в том числе. Понимаете, что она сможет усыновлять ребенка, она может оформлять брак, да, с другой женщиной. Она может не скрывать своих чувств на людях и так далее. Это права человека. Вот и все. И я сегодня поднимаю этот революционный кипиш с самых разных сторон. С самых разных, да. Филипп Киркуров почувствует какую-то, может быть, неприязнь, неловкость и так далее вместе с Басковым на пару, да. Но в целом для ЛГБТ-сообщества я делаю благое дело. Напишите, так это или не так. Вот и все. Ой, ребята, с этим ЛГБТ-сообществом. Ну, короче, к тому, что это очень интересная тема, она всех будоражит и меня будоражит от ЛГБТ-сообщества и вообще все эти, как бы, рассуждения, понимаете, относительно того, имеем ли мы с вами право обсуждать личную жизнь наших звезд, да, с гомосексуальной, там, нетрадиционной ориентацией. Или не имеем права. Вот и все. И я объясняю, ты понимаешь, чем больше будет таких трусливых людей, как ты, тем больше будет разрастаться эта гомофобия. И только благодаря таким людям, как ты, эта гомофобия до сих пор процветает. Ты понимаешь? Да, я понимаю, но это выбор личный, выбор каждого, ла-ла-ла-ла-ла. Ну, тогда все, сиди на жопе ровной, не пизди. Понимаешь, не надо говорить, как у нас тут все плохо, а в Америке все так хорошо, а у нас вот так все плохо. Потому что все начинается, понимаешь, с тебя и меня. Согласны со мной вы или нет, ребятки, скажите мне. Давайте дальше, давайте дальше. Пробежимся по нашим розовым кискам. Так, Ольга Серябкина подпездывает. Она больше преувеличивает для какой-то рекламы. Не вижу я там никакую лесбушку, не, даже бишку не вижу. Обычная гетеросексуальная девочка, которая что-то там решила повыебываться. Дальше. Я сошла с ума, мне нужна она, мне нужна она, я сошла с ума. Это Макс Фадеев, противный Макс Фадеев. Но он, кстати, талантливый. Есть там у него неплохие эти самые, видите, какие я вам двойные сигналы подаю. Я двойные сигналы подаю, потому что у меня разные чувства к этому человеку. С одной стороны, мне не очень приятен внешний, как его тоже развезло, как непонятно кого, да. Это первый момент, там уже все засохло, видимо, у него. И он от того, что у него все засохло, девочки, ну давайте, может быть, вы полежите друг другу писулечки, а я на это посмотрю, потрогаю, пошебуршу свои яички свои, которые у меня уже закатились. Вы знаете, что, кстати, от холода у мужиков яйца закатываются в живот, назад. Они прям могут засосаться, и одна кожица может болтаться с волосиками. Вот так, поэтому Фадееву ничего не оставалось, как только шебуршать яички на своих девочек. Я сошла с ума, мне нужна она. На самом деле, это обычные гетеросексуальные девочки. Девочки, ну, возможно, чтобы удовлетворить Фадеева, им приходилось, понимаете, за то, чтобы снять очередной клип или еще что-то. Полизать друг другу клиторочки. По поводу этих клиторочков Вероника, существует только клиторальный оргазм, только клиторальный. С физиологической точки зрения действительно существует только клиторальный оргазм. Мы говорим о локальных ощущениях. О локальных. Что если девочка трахалась в попочку, моя любимая подружка очень любила трахаться в попочку, и она постоянно испытывала вот такие именно анальные, понимаете, спазмы. То есть локально она чувствовала как анальный оргазм. Физиологически, конечно, это все был клитор, это были нервные окончания, и у нее возникало ощущение. Но ощущение это было другое. Когда мы массируем головку клитора, это ярко выраженный клиторальный оргазм. А когда, извините, мы массируем анус, то локация уже, извините, в анусе. И ощущается он как анальный оргазм. То же самое с маткой и то же самое с влагалищем. Это разные чувства. И поэтому обозначают анальный оргазм или вагинальный, маточный, клиторальный, исключительно с точки зрения локации ощущений. Тут поэтому стоит определиться с понятийным аппаратом, что мы вкладываем в слово оргазм. Понимаете? Вот и все. Вот и все. Это просто я сегодня у Лебедева посмотрела. Он экскурсию по женской вагине проводил. Разобрались, да, с вами девчоночки, мальчишечки? Еще разобрались. Наргизка. Ну, Наргизка так и зычка, Наргизка ее по-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Кстати, знаете, как у зэков называют лесбиянок, часть лесбиянок, ковырялки. Я даже хотела назвать свой ролик «Звездные ковырялки». Но потом я подумала, что, блин, это, наверное, очень жестко. Согласитесь, да, это как-то будет... Ох, блин, это слишком забористо. Но с другой стороны, что здесь такого? Но ведь когда одна женщина лижет писью другой, она вставляет ей пальчики. То есть, грубо говоря, этими пальчиками она ей что-то там ковыряет. Ковырялка. Но почему-то это воспринимается как будто как оскорбление какое-то, да? Поэтому не будем называть звездные ковырялки. К чему их? К чему? Про Наргиз. Ну вот, Наргиз такая, сколько я зарезал, сколько перерезал. Да мужичек такой, я разберусь там, это еще как. Ну вот, она там подкатывает немножко к этой... Как ее зовут, господи? Успенская, моя любимая женщина. Успенская. Ну, не знаю, есть ли у них с Успенской лесбийские отношения. Вообще, Успенская, похоже, конечно, женщина такая хулиганистая, но все-таки обычная, по-моему, традиционная. Кого мы еще с вами упустили? Так, его поле, две Маши, две Маши, та-да-та-та-та, я бы вставляла бы две Маши сюда, та-да-та-та-та-та, я их очень люблю. Мне нравятся вот эти песни, но нельзя вставлять их в песню, нельзя, ну ладно. Короче, все, я перечислила всех, кого только можно, котята мои любимые. Ой, господи, видите, вот и все, собственно говоря, их не так много, их не так много, не так, да. В Госдуме еще есть у нас лесбийские женщины, может быть, мы как-нибудь с вами доберемся до Госдумы, рискнем, да, есть там такие. Вот в Госдуме, кстати, они есть. Почему? Потому что такие борцы за справедливость этот вот такой вот, да, повоевать, поэтому они туда идут. Вот, ну все, мои дорогие, вас целую, обнимаю, подписывайтесь на мой YouTube-канал, чтобы не пропустить, не пропустить, не пропустить следующее, перепела кофе точно. Не пропустить следующее видео, очень полезное, заблестела я, нет, не пропустить следующее, очень полезное видео. Пишите, что вы еще хотите разобрать, какие аспекты. А, ничего не понимаю, это что, у меня там какая-то козюлечка торчит. Козюлечка не должна торчать. Нет, это не козюлечка. Это не козюлечка, это я побрила волосы в носу вчера, поэтому у меня там залыски появились. А волосы, между прочим, в носу быть должны, нельзя их убирать, потому что они задерживают всякую грязь. Ой, ну все, я вас целую. Заходите на мой сайт вероникостепанова.ком и покупайте, у меня там очень много полезных видеоуроков.